Всем привет! Смотрите, как восстановить данные с RAID массива первого и нулевого уровня на с устройства KNAP TS219P+. Как вернуть случайно удаленные файлы из корзины и что делать, если функция корзины не активирована. Потерян доступ к дискам массива в результате выхода из строя сетевого хранилища или RAID находится в деградированном состоянии. Данная модель KNAP NAS на два жестких диска. Для повышения надежности хранения информации NAS предоставляют возможность создавать RAID массивы различных уровней. Но даже самыми надежными системами хранения данных могут произойти непредвиденные ситуации, такие как случайное удаление информации, форматирование накопителя, его повреждение, сбой системы, выход из строя контроллера или другой аппаратной части устройства и так далее. В результате чего может быть утеряна важная информация. Конкретно данная модель поддерживает два типа RAID первого и нулевого уровня, а также GBOT, который еще называют линейным RAID, который по сути не является RAID. В итоге избыточность на данном NAS обеспечивает только зеркальный RAID, а в случае выхода из строя диска в RAID 0 или GBOT часть информации будет утеряна. В данном видео мы рассмотрим случай поломки устройства, так как в результате его выхода из строя все файлы остаются на дисках, но достать их без стороннего программного обеспечения нет возможности. Дело в том, что в NAS хранилище используется своя операционная система, которая определенным образом собирает RAID и записывает на диски данные. При подключении этих дисков к другому устройству или ПК они не смогут восстановить его состояние. К примеру, при подключении накопителей к компьютеру, с операционной системой Windows, вы увидите разделы с нераспознанной файловой системой. Или для доступа к дискам операционная система предложит их инициализировать или отформатировать, что в свою очередь затрет оставшуюся на них информацию. И вы не только не получите доступ к файлам, а и вовсе их потеряете. В операционной системе Linux разделы дисков отображаются как Linux RAID. Монтирование недоступно. Помните, если инициализировать диски Windows или изменить раздел в Linux, это может затереть всю информацию, что затруднит дальнейшее восстановление. Ни в коем случае не рекомендуется выполнять какие-либо манипуляции с накопителями, если вы не уверены в своих действиях. Иначе вы можете окончательно потерять данные. Для того, чтобы достать из дисков информацию, вам понадобится специальная программа, которая заново соберет из дисков RAID и позволит вернуть из них все оставшиеся файлы. Для общего понимания построения RAID давайте рассмотрим, как его создать на данной модели хранилища. При начальной настройке хранилища на пятом шаге вам будет предложено настроить способ хранения данных. Диски, из которых будет построен массив, уже отмечены. Ниже нужно выбрать один из предложенных типов RAID. Первый, нулевой или G-Bot. Выберите нужный уровень RAID и нажмите Next. Если вам нужно изменить уже существующий RAID, прежде нужно будет удалить все ранее созданные тома. Для этого откройте меню Storage Manager. Здесь выделите все тома и кликните по кнопке Remove. В результате вы увидите окно с предупреждением о том, что все данные будут удалены. Для подтверждения нажмите ОК. Теперь для того, чтобы собрать диски в RAID, выше кликните по кнопке Create. Укажите нужный тип. Next. Отметьте диски и нажмите Create. В результате система выведет окно с предупреждением о том, что все накопители будут очищены. Нажмите ОК для подтверждения. После этого начнется процесс построения и инициализации. И по завершении у вас появится новый том. Если вы случайно удалили важные файлы сетевого хранилища, в первую очередь проверьте, выключена ли функция сетевой корзины для данного каталога. Данная настройка позволит вам достать ранее удаленные файлы. В данной модели хранилища функция корзины активирована по умолчанию. Для того, чтобы вернуть случайно удаленные файлы с папки корзины, откройте FileStation. Перейдите в каталог, где лежали ваши данные и откройте корзину Recycle. Далее, здесь перейдите к каталогу, где хранилась информация. Отметьте файлы, которые нужно вернуть, кликните по кнопке с ключом, выберите Recover и Yes для подтверждения. После этого файлы снова появятся в папке, с которой были удалены. Прежде чем приступать к восстановлению файлов с помощью программы, убедитесь в том, не лежат ли ранее удаленные файлы в сетевой корзине. Для того, чтобы проверить, активирована ли опция для данной папки, перейдите в панель управления Shared Folders. Затем откройте ее настройки, кликнув по кнопке Изменить. Здесь должна быть установлена отметка Включить сетевую корзину. В таком случае вы сможете вернуть данные, которые были случайно удалены с хранилища. Если достать файлы с корзины не получилось, у вас нет резервной копии или устройство хранения вышло из строя, в результате чего рейд разрушен, а доступ к данным невозможен, вернуть важную информацию вам поможет программа для восстановления данных. Скачайте программу Hetman Raid Recovery. Hetman Raid Recovery поддерживает все популярные файловые системы и типы рейд. В автоматическом режиме соберет из дисков разрушенный рейд и вы сможете достать из него информацию. Для начала процесса восстановления извлеките диск из сетевого хранилища и подключите напрямую к материнской плате компьютера с операционной системой Windows. При выходе из строя накопителя в зависимости от уровня рейд, вы можете потерять часть данных, которые восстановить не получится. Если вы используете нулевой рейд, при выходе из строя одного диска часть информации будет потеряна безвозвратно. Дело в том, что данный тип массива ориентированный на производительность методом очередования данных. Это означает, что информация записывается на каждый из дисков частями, что обеспечивает высокую производительность ввода-вывода при низких внутренних затратах. Но в свою очередь это не обеспечивает избыточности. При такой ситуации будьте готовы, что вернуть данные полностью не получится. После подключения накопителя и запуска программы, она в автоматическом режиме начнет сканирование дисков и построит из них разрушенный рейд. Внизу вы сможете посмотреть детальную информацию о собранном рейд. Кликните по тому правой кнопкой мыши и нажмите «Открыть». Затем выберите тип анализа – быстрое сканирование или полный анализ. При полном анализе нужно оказывать тип файловой системы, которая использовалась на дисках. Для начала рекомендуется выполнить быстрое сканирование. Если программе не удалось найти нужных файлов, вернитесь в главное меню и запустите полный анализ. Кликните по диску правой кнопкой мыши, и выберите «Проанализировать заново». Полный анализ. Укажите файловую систему. Просканировав диски, откройте папку, где лежали файлы, которые нужно вернуть. Программа сохраняет всю структуру и имена файлов, поэтому найти нужные не составит труда. Их содержимое можно посмотреть в окне предварительного просмотра. Отметьте все, что нужно вернуть и кликните по кнопке «Восстановить». Укажите место, куда сохранить данные, диск, затем папку, а затем «Восстановить». И готово. Все восстановленные файлы будут лежать в указанном каталоге. В том случае, если вы используете ISCSI-подключение, случайно удалили данные с сетевого диска и достать их из сетевой корзины не получилось, вам поможет программа Hetman Partition Recovery. При удалении файлов с сетевого диска вам не нужно будет выключать сетевое хранилище и доставать из него диски. Дело в том, что система Windows отображает сетевой ISCSI-диск как физический. В результате вы сможете просканировать его с помощью программы как физический диск. Таким образом, вы сможете восстановить данные только в том случае, если устройство в рабочем состоянии и к сетевому диску есть доступ. Иначе нужно использовать первый способ. Запустите программу и просканируйте диск. Как видите, программа без труда нашла удаленные файлы. Здесь они отмечены красным крестиком. Также их содержимое отображается в окне предварительного просмотра. Отмечаем и восстанавливаем нужные файлы. Итак, как видите, восстановить данные сетевого хранилища не так уж сложно. Главное не предпринимать необдуманных действий, так как в результате вы можете вовсе потерять всю информацию. При потере доступа к дискам массива не пытайтесь восстановить его работоспособность путем перенастройки, так как данный процесс невозможен без форматирования накопителей. Это может затереть всю оставшуюся информацию на дисках и процесс восстановления будет затруднен или вовсе безуспешным. При любых непонятных ситуациях рекомендуется как можно скорее достать накопитель из устройства и начать процесс восстановления. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok